мы с вами остановились на закончили мы закончили длинную историю с деньгами как бы немножко нервирующую потому что масса была терминов и название каких-то монет которых мы не знаем и так далее вроде прошлый раз я пытался выдвинуть гипотезу относительно того к чему все это говорится на то есть вопрос о деньгах мифологических деньгах контекстуальных и зависит ли это того или иного контекста или нет контексты меняются системы ценовые тоже меняются должно ли это влиять на этот процесс процесс кедушин или нет это как бы вопрос то есть понятно что позиция дома шамая тяготеет по крайней мере так концепции мифологических денег концепция мы делали наоборот тяготеет может быть концепция потому что на самом деле вообще день очень важны делать деньгах не говорят бы прута у большого прута то есть прута или чем-то что равняется противного прута возможно имеется в виду не конкретная монета имеющая определенную стоимость она имеется в виду вообще минимальная некая минимальная вещь которая хоть что-то стоит это была моя интерпретация этого мы видели что раши другой подход и он говорит все таки о том что это минимальная стоимость должна быть определена даже с точки зрения дома гилеля но я оставлю это вот вопрос и мы перешли как раз генара переходит случаем когда стоимость кедушин меньше круты все опять же это не случайно да если я прав что вот эта позиция дома гилеля тяготеет к тому чтобы в принципе говорить о том что здесь все важно лишь бы какая-то была стоимость а то вот этот переход гимар и он вполне понять и гимара нам говорит шмоль говорит что некто светил женщину с помощью финика и даже если некая мера фиников довольно много финика нам даже приводят восемь тысяч шестьсот сорок финик такой точность в общем кур это большая мера веса и там действительно огромное количество фиников вот если такое огромное количество фиников на рынке продают за динар то понятно что один финик он меньше чем прута мы помним что прута это примерно примерно даже да нам говорили что это у нас то девяносто вторая динара а здесь получается гораздо в десять раз поменьше больше чем десять раз да то есть на много раз больше поэтому получается что финик в общем совсем дешевая вещь и нам говорят что человек который таким образом накадыш это ишан да да то есть нам говорят что состоялся этот собак и вроде бы здесь этот финик меньше крутые почему же он состоялся это так но дело в том что здесь возникает какая-то другая другая немножко тема потому что шмоэль помимо того что говорит что она накудешит он говорит еще одну фразу которая в каком смысле может поменять все наше понимание он говорит то есть мы на самом деле она считается посвященный то есть считается замужней акт кедушин состоялся потому что мы опасаемся он говорит хайшина да подозреваем и опасаемся закладываемся можно было бы жаргоне сказать да на то что может быть где-то например да и да и по раз это область персии медиа и персии они их обычно объединяют и вот есть подозрение где-то где-то там финик стоит пруту здесь вот этой позиции шмоля сразу конечно возникает несколько вопросов с одной стороны он сказал что она посвящена и как-то кедушин состоялся а с другой стороны он дает обоснование этому страну что мы подозреваем что может быть где-то этот финик стоит все-таки не столько сколько он стоит вот сейчас здесь когда мы знаем что на рынке это не знаю в десять двадцать раз меньше чем прута а в каком-то месте это может стоить столько и поэтому мы опасаемся но здесь вот это слово хайшином опасаемся да оно как бы меняет перспективу потому что мы когда со стороны решаем вопрос относительно того кедушин состоялся кедушин состоялся мы можем рассматривать это в двух плоскостях в плоскости так сказать позитивный плоскости негативный что я имею в виду то есть плоскости позитивные что вот они муж и жена, ура, ура. А в плоскости негативной, что если, например, приходит еще один человек, пытается ее сделать своей женой и так далее, то возникает вопрос, а вот этот акт, который состоялся между ней и другим человеком, даже если он не имел каких-то конвенциональных свойств, он проходит или он не проходит? То есть он откладывает свой отпечаток или он не откладывает свой отпечаток? Вот это слово хайшин, оно как раз про это говорит. То есть мы рассматриваем те души не с точки зрения позитивной, а с точки зрения негативной, с точки зрения его последствий. При этом, опять же, было бы, наверное, логично, с нашей точки зрения, было бы логично, ну, и если я был прав относительно школы в ЕВЛ, которая тяготеет вот к такому, в конце концов, вот это дело между мужчиной и женщиной. Мужчина говорит, вот тебе финик, давай будешь моей женой. Она говорит, да, с удовольствием. Ну и все. То есть вопрос исчерпан. Она, его жена, и в позитивном смысле, и в негативном смысле, и в негативном, что она запрещена всем остальным. Но если вот этот акт мы рассматриваем все-таки как акт, который должен состояться по каким-то правилам, и некая ценовая, некая оценка того, что передается из рук в руки, играет какую-то роль, тогда мы попадаем вот в такую ситуацию. Вот в ситуацию, где Шмой говорит, ну, не знаю. То есть она, причем он прямо сказал, она некудэшит. Некудэшит позитивно или негативно? Дальше он говорит, что негативно. В каком смысле? В том смысле, что мы боимся, опасаемся. А что нам бояться? Боимся мы того, что если кто-то другой придет и скажет, я хочу ее взять в жену, и она предполагает согласиться, то на самом деле это не пройдет. Почему не пройдет? Потому что этот Македушин, который совершил человек с фиником, он где-то в каком-то пространстве, слушай, здесь речь идет, пространство, где-то, где-то это стоимость. У нас ведь, когда мы говорили про вот эти разные ценовые системы, это был скорее вопрос времени, хотя и места тоже. То есть, например, цорские деньги – это деньги, которые, пускай, в цоре. То есть есть контекст времени и контекст места. Есть своеобразный хроноток, в котором те или иные ценообразования играют определенную роль. Вот Шмуль говорит, что поскольку мы не можем учесть всю топографию, тогда получается, что у нас вот эта цена, она оказывается в каком смысле не установленной. То есть если у нас есть монетка, которая прута, то есть выпущена в определенном месте, вот она в ходу. То есть есть такая монетка, как 10 копеек. Ну, я приезжаю туда, в Америку, там нет 10 копеек. Например, 10 центов. А в России нет 10 центов. Ну, хорошо, у нас есть ценовые эти самые обменники. Идешь туда, смотришь, сколько это стоит, и вот все получается. Но если мы говорим о такого рода вещах, то тогда, например, тот же самый финик, ну, смотря куда приедешь, смотря где ты будешь этот финик продавать. У нас эти финики бросовые, а где-то этот финик вполне. Ну, конечно, справедливым было бы возражение, подождите, но тогда он же здесь осуществляет этот акт, а не вообще где-то. И лишь мой предполагает, что на самом деле достаточно, достаточно того, чтобы цена той или иной вещи, где-то, неважно где, в любом месте, оказалась больше чем, больше или равно вот этой самой прути. Но саму ценность он не отрицает. Хотя первая часть его высказывания могла бы показаться такой, что он ее отрицает. То есть вот дал финик, ну куда еще? Он за ним замужем. Но вторая фраза как бы снимает. Получается, что Шмоль высказал вот такое вот каверзное утверждение, когда он сказал, что нам и куда еще все вздохнули, зал сказал «О-о-о-о-о!». Потом он сказал «Хайшин, да, мы подозреваем, что может быть где-то это стоит». И зал наоборот вздохнул. Ну хорошо, значит, это высказывание Шмойля. И дальше Талмуд возражает. Вега анан тнан бейдгилэль умрин бэфрута, а бешавэ прута. Как же так? Мы же учили, что бейдгилэль говорят, что женщина приобретается вот за счет этой самой прута или того, что равно стоимости прута. Ну а Шмойль сказал, что нужно финикам, которые стоят меньше, потому что есть подозрение, что в других местах у нас стоит столько. Тогда зачем мудрецы школы Ивеля вообще говорят о этой минимальной стоимости? То есть эта трудность на самом деле Муд ставит достаточно странно, потому что вообще-то говоря, действительно, когда Шмойль сказал первую часть своего высказывания, что нам и куда-то могли бы сказать «О-о-о-о! подождите, а Ивель же сказал прута». Но когда он сказал вторую часть, то вроде бы он как раз соответствует дому Ивеля, только он говорит о том, что достаточно того, чтобы эта вещь стоила пруту где-нибудь. Я не знаю стоимость этой вещи, знаю стоимость этой вещи вот у нас, в нашем контексте. Она стоит столько, а сколько она стоит там, сам, здесь, неизвестно. В Японии она может вообще дорогущая. Но здесь, конечно, есть парадоксальная, потому что, когда происходит Кедушин, происходит все-таки в определенных обстоятельствах времени и места. Если в этом времени и месте это меньше Талмуды, то вроде бы не должно быть. И тогда получается, что вот эта трудность, которую ставит Талмуд, не проговаривает. Они имеют в виду, что Шмуэль противоречит мнению Дома Гилеля, который высказывает необходимость некой стоимости контекстуально. А Шмуэль говорит, что это должно быть интерконтекстуально. То есть не контекстуально, а интерконтекстуально. То есть мы должны принимать во внимание любой возможный контекст. Я имею в виду исторический, конечно, исторический или географический контекст. Но в принципе вы видите, что это не совсем противоречие. Потому что Шмуэль в конце концов он тоже за то, чтобы была прутатвик. Он говорит, что это в другом месте. Но тем не менее Талмуд рассматривает это как полное столкновение, как две противоположности. Хотя противоположности на самом деле до конца не противоположности. Противоположность не между тем, что Шмуэль говорит, что не нужно, что нужно какую-то стоимость. А в том, что Шмуэль говорит, что нужно какую-то стоимость, но эту стоимость я не знаю. Она может где-то там определиться как более высокая. А Бейдгилэль предполагает что они говорят, что нет, стоимость вот здесь, в этом месте это время. Ну хорошо, это мы поняли. То есть саму трудность она не очевидна, да, вот я попробовал ее сформулировать. И дальше Палмут говорит, локашья, здесь нет на самом деле никакой трудности. Почему нет трудности? Габики душей вода и габики душей сафык. Палмут говорит, что на самом деле здесь вообще говорят о разных вещах говорится. То, что говорят мудрецы дома Гилы, они говорят о кедушин, с которым все понятно, что это кедушин. А Шмоль говорит относительно кедушин, в отношении которого есть сомнения. Кедушин сафык. То, что я назвал негативным рассмотрением кедушин, да, то есть когда я определяю те следствия, которые могли бы быть, если бы кедушин существовал. Потому что наличие кедушина влечет целый ряд самых разных следствий. Обязанности мужа, обязанности жены и так далее. И если этот самый кедушин был произведен неконвенционально, я исходя из этих сомнений могу рассматривать эти самые следствия. А последствия есть, вот этого не вполне регламентированного акта. То есть мы бы сказали, приходит вот у нас Семен, меня зум, перезвоню, перезвоню, меня зум. Ура. Так вот, получается, что, если мы на наши реалики перенесем, вот приходит в ЗАГС, приходит в ЗАГС, оформляет что-то и, предположим, один из самого дружина не подписал, там подписывают кажется, что-то, не подписал. Состоялся брак или не состоялся брак, да, то есть можно сказать, что не состоялся брак и, в принципе, они не муж и жена. С другой стороны, можно сказать, что между ними есть какие-то отношения. Вот они через, не знаю, там, месяц-два приходят с какими-то претензиями в суд, претензии есть, например, у жены, даже он ей что-то должен. Он говорит, а подождите, на самом деле никакого не было у нас брака, потому что подпись на брачном документе не стоит. Или же я говорю, что не важно, что не стоит подпись, тем не менее все как бы заварилось, дело заварилось, и поэтому какие-то последствия этого все равно существуют. Вот получается, что Шмуэль когда говорит, что она макудешит, он имеет в виду вот эти последствия негативные, а Байдилэль говорят о позитивном случае, все понятно, они муж и жена, точно. А Шмуэль говорит, что они, может быть, муж и жена, и поэтому нужно всерьез отнестись к тому контакту, который между ними возник. Ну, мы можем прочитать то, что пишет наш переводчик, комментатор основываясь на Раши, это означает, если первый посвятил женщину при помощи вещи, которая в том месте стоит пруту, затем пришел второй, видите, именно вот этот случай, когда приходит еще кто-то и посвятил ее, она, вне сомнения, посвящена первому, то есть, это, несомненно, кедушин. но если женщина посвящена при помощи вещи, которая не стоит пруты, однако, есть подозрение, где-то есть место, где такая вещь стоит, самую пруту, то это сомнительные кедушин. Если затем пришел второй человек и посвятил ее, она должна получить гет от обоих, да, это уже Аллаха, который Раша воспроизводит, основываясь на других источниках, на нашем источнике, А если хочет выйти замуж за второго, то она может принять от него кедушин только после получения гетта от первого. То есть, тот контакт, который произошел, он вызывает сомнения, не знаю, может быть, это следует квалифицировать кедушин, и на всякий случай, поэтому подозреваем или закладываем сюда, что с этим самым словом хайшином передается, поэтому Шмойль говорит, что в таком случае будем считать, что здесь что-то есть, если что-то есть, значит, нужно произвести разрыв. Вот Люба спрашивает, почему Шмойль должен соответствовать дому Илэля из-за начала его высказывания? Нет, он не должен соответствовать дому Илэля, но можем сказать, конечно, ну, хорошо, Шмойль типа спорит, но это при условии, что он относится к школе Шамая, поскольку Шмойль у нас это более поздний авторитет, а Аллаха он следует дому Илэля, то, что он придерживается по-столожим школы Шамая, это может вызвать удивление, мы знаем, что Аллаха как правило как дом Илэля, если бы Шмойль находился, так сказать, жил в одно время со школой Илэля, тогда нормально у Шмойля одно мнение, а у дома Илэля другое мнение, но Шмойль гораздо более позднее, и он, по идее, должен считаться вот с этим положением о том, что Аллаха следует дому Илэля, или должен подчеркнуть, что я, типа, несмотря на ваши правила, придерживаюсь мнения дома Шамая. Ну, хорошо, значит, вроде бы противоречия сняли, говорят, нет, нет, Шмойль совершенно не собирался противоречить дому Илэля, он просто говорил о вот этом самом негативных следах. Ну, хорошо, это мы тоже поняли. Дальше. Агу Гавра де Агдиш безавда де Урдей. Вот один человек, посвятил женщину такой вот как бы как называется арима, то есть комок тряпок, комок тряпок. Вот здесь перевели это как чуком ваты, но это не обязательно ватов, это скорее тряпки Урды, но это какой-то комок тряпок он ей предложил. Ну, ятиф Равшимин бархия камедера векамыя инба и идбашавы прута ин и ло ла. И вот сидел Равшимин бархия перед рамом и тщательно изучал эту кучу тряпок. есть в этой куче тряпок, стоит она пруту или нет. Если стоит пруту, то да, а если не стоит пруту, то нет. Она не посвящена. То есть вот Равшимин бархия выясняет стоимость вот этой вещи, которую, которая была передана женщине в качестве акта кедушин. Толмоз спрашивает. Толмоз спрашивает. Ну а что ему изучать? Ведь Шмоль же говорил, что даже если нет, все равно мы подозреваем, беспокоимся. То есть мы на всякий случай не отметаем возможности кедушин. То есть вот эти негативные следствия мы все согласны Шмольлю мы все равно должны исключить. То есть мы говорим, что это сомнительные кедушин. Ну и опять тот же самый пример, который Равш приводит. Если в таком случае придет второй мужчина и посвятит ее, то первые кедушины не будут считаться. Неизвестно будут считаться, если они не будут считаться. Предположим, что эти тряпки он посчитал Шиме Бархия и эти тряпки дешевле, чем прута. Но с точки зрения Шмуэля они может где-то они стоят больше, чем прута. Если они стоят больше или столько же, сколько прута в другом месте, то значит мы должны закладываться на то, что здесь возможно все-таки были кедушины. И тогда как бы тому удивляется чему? Удивляется тому, что этот Шиме Бархия сидит и проверяет. Потому что если он хотел выяснить закладываемся или нет, то закладываемся в случае это сказал нам Шмульч в любом случае закладываемся. Это подается как бы как трудность. Как трудность почему? Потому что как бы человек проверяет равно или не равно. То есть действует как бы как бы Эдгилын. Проверяет равно или не равно где? Вот в этом конкретном месте, в этом конкретном контексте, в этом конкретном времени месте. А Шмуль говорил, что мы должны закладываться. И тогда получается, что одно противоречит другому. И на это ответ точно такой же, как и был в случае с Домом Гилэля Локаши. Габи кедушей бадай. То есть раби шими проверял, стоит ли вот это все, чтобы понять, является ли этот кедушин позитивным. Вегаби кедушей сафек. А если бы мы хотели сказать, хотели бы как бы высказать мнение, что второй мужчина не может ее ликадыш, потому что мало ли что, может быть, где-то это стоит больше, чем круто, то тогда даже и считать ничего не надо было. То есть в любом случае второй мужчина не может ее ликадыш. Ну хорошо, то есть хорошего пока как бы особо ничего нет. Для нас ничего хорошего. Но мы понимаем, что речь идет о противопоставлении, как я это назвал, позитивной фиксации кедушин и негативной фиксации или кедушей водай, кедушин водай и кедушей сафек. Ну хорошо, что дальше? Гагу Гавра де Агдиш б Авна де Кухла Приводится еще одна история человека, который посвятил женщину гав ей кусок темно-синего мрамора. Так перевели Авна де Кухла Кухла действительно это кахоль кухла синий какой-то темно-синий цвет мрамор. Авна де Кухла То есть камень, синий камень, мрамор может быть действительно. После чего пришел второй человек Яти Фравхизда Нет, второй человек не пришел Яти Фравхизда Векамешайла и идбейшавэ прута Ин Вейло Но Вейле идбейшавэ прута Но Вегамарш Мой Хайшинам Видите, вот эта вставка после чего пришел второй и посвятил ту же самую женщину при помощи прута этого нет в Талмуде Это как бы вставка которая дает нам возможность проявить негативность собственно говоря этой истории Вообще-то говоря в Талмуде просто говорится что ну все тот же самый абсолютно та же самая модель те же самые слова То есть там сидел один мудрец проверял стоит ли этот куча тряпок а здесь сидит другой и проверяет стоит ли этот синий кусочек прута или нет и то же самое говорит что если да сейчас я проверю то есть кедушин если нет то нет кедушин и как бы тогда получается что это снова в определенном смысле если я считаю что они выясняют позитивный смысл то это противоречит то есть негативный смысл противоречит тому что сказал Шмуль потому что Шмуль сказал что независимо от того стоит не стоит мы все равно закладываемся на кедушин Ну, и Гемар задает тот же самый вопрос. Вы лейт бычевые прута, но вы амар шмуэль файшином. Бычмуэль говорил, что подозревает. То есть, возможно, такой кусок мрамора в другом месте стоит пруту, и значит, это сомнительные тегушины. Два слова про вот эту формальную схему, которую Талмуд зачем-то повторяет несколько раз. То есть, три раза. Один раз – это столкновение с домом Гиллэля, где никто ничего не проверяет, а просто дом Гиллэля говорит «де фрута, обышаве фрута». А второй раз – это как бы воспроизведение мнения дома Гиллэля, когда один сидит и проверяет какой-то предмет, и другой сидит. Проверяет какой-то предмет, стоит это пруту или не стоит это пруту, в то время как шмуэль не проверял финик. Он просто сказал, если финик, накудешит. Накудешит в каком? В отрицательном смысле. И вот противопоставление этих позиций, видимое противопоставление, потому что на самом деле противопоставления нет. Мы уже знаем, один раз нам сказали, что это позитивное, и душей вода, и душей софы. То есть, дальше как бы нет смысла повторять. Но Талмуд повторяет. И вот это тройное, что ли, повторение, оно очень часто встречается в Талмуде. То есть, Талмуд любит, называют это так, приводить три иллюстрации. Вот какой-то случай, а вот еще, а вот еще, а вот еще. И вот это утроение, как правило, кажется, ну, примерно таким, как в сказках, да. Это, ну, мантрическое такое, да. Воспроизведение, как бы, того же, что можно было запомнить. Но не исключено, что при ближайшем рассмотрении каждый, как бы, из этих случаев, он, оказывается, несет в себе какое-то уточнение самой, что ли, модели. То есть, у нас есть финик, у нас есть тряпки, и у нас есть камень, да. Вроде бы вещи, которые, ну, одна съедобная, одна, как бы, относится к хозяйству, другая вообще бессмысленная, но может к украшению пойти, да. Что-то в этом роде, да, этот синий камень может пойти, как украшение. То есть, что-то из домохозяйства, эти тряпки, да, что-то из еды, и что-то из совсем неважного, украшательного и так далее. И, возможно, вот это повторение, ну, говорит о том, что, как бы, сама эта модель, она не зависит от того, от той сферы, которой принадлежит та вещь, с помощью которой осуществляется душа. Ну, это, как бы, так и положение. Само это столкновение, мы видим, оно в каком-то смысле, в определенном смысле тривиальное, да, после того, как нам сказали, что Шмоль заботится о сомнении, а эти ребята заботятся о точности, да, надежности, как бы, кедушины. Тогда, как бы, их подход разный, поэтому Шмоль может ничего не проверять, а эти ребята должны обязательно что-то проверить. Ну, хорошо, но есть дальше продолжение вот этой самой истории. Истории с последним камнем. То есть нам говорят, что Раф Хиз, да, может быть, вообще не считал, как Шмоль. И вот здесь уже спор, да, вот Люба задала вопрос, а может ли Шмоль, да, почему Шмоль должен совпадать с Дом Гилейом? Шмоль не обязан совпадать с Дом Гилейом, вроде бы, а с другой стороны обязан, почему? Потому что Гилей – это вот у нас Аллахар, как Дом Гилейля. Но вот с Равом Хиздой, Раф Хизда, он вполне может спорить со Шмольем, потому что это вообще не касается мнения Дома Гилейля, да, и мнения Дома Шамая. Раф Хизда сидел и этот камень изучал, потому что он считал, что здесь нет никаких сомнений, нет вообще такого понятия, как сомнительный кедушин, просто нужно выяснить, и все. А выясняется это каким образом? Сколько стоит эта вещь вот здесь у нас? И поэтому вот это закладывание Шмолья на вселенский контекст, что ли, да, что типа неизвестно, где та или иная вещь, сколько стоит, и поэтому мы должны на самом деле иметь это в виду, и поэтому у нас может оказаться, что эти кедушин все-таки являются кедушин, и тогда второй человек, который придет и так далее, все это сильно осложняет дальнейшие матримониальные, значит, намерения этой женщины или кого-то другого. То есть она оказывается уже, так сказать, по Шмойлю, она уже как бы заварена в каком-то деле, и просто так из этого не выбраться, если она приняла этот самый финик или камушек или кучу тряпок, достаточно того, что она приняла это, да, собственно говоря, мы же не говорим это о том случае, когда она говорит нет. Она говорит нет, нет, нет разговора. То есть она говорит да. Несмотря на то, что она говорит да, с точки зрения, вот почему Раши, собственно, так и толкует, ведь я в прошлый раз говорил о чем? Я говорил, что возможно, дом Елеля как раз тяготеет к мнению, что это неважно, да, то есть дал, она взяла, нормально. Но если мы все-таки устанавливаем какую-то цену, тогда ситуация немножко другая. Как мы видим, Талмуд вроде бы, вот за счет этих сопоставлений, которые нам здесь приводятся, да, когда кто-то тщательно проверяет и так далее, а Шмуэля со словом Хайшином как бы передвинули в сторону негативных последствий, то получается, что вроде бы эта цена, цена этой вещи, она все-таки должна быть не меньше там чего-то, да. Но другое дело теперь спор между Шмуэлем и Ралом Хиздой. Раф Хизда говорит, я проверяю этот камень, потому что на самом деле, если этот камень у нас здесь стоит прута или больше, то этот Кедушин, все, я подписываю, это Кедушин. А если он стоит меньше, то это не Кедушин. И нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений, потому что я не должен рассматривать возможность, что там, не знаю, за границей этот камень является драгоценным и стоит миллионы. Вот в этом как бы расхождение, да, Равахи. Ну, теперь, после того, как мы это поняли, вот здесь спор Равахизда с Шмуэлем, дальше нам говорится, И вот приходит мама этого парня, который ее, значит, этим камушком посвятил. И она говорит ему, а ведь в тот день, когда он посвятил ее, этот кусочек камень, он как раз стоил пруту. Ты сейчас пошел на рынок, оценил, пошел к оценщику, да, то есть как Равхизда, собственно говоря, оценил. Он посмотрел на этот самый, сделал, сфотографировал, да, и послал по WhatsApp оценщику, говорит, смотри, вот это сколько сегодня стоит на рынке? Он говорит, ну сейчас, подожди, я с друзьями поговорил, тоже переслал по WhatsApp, они посмотрели все вместе, говорят, не, не, это сегодня стоит пол пруты, на пруты не тянет вообще. Все, нормально. А тут приходит мама и говорит, а в тот день, когда он ее посвятил, ты, Равхизда, сейчас смотришь, когда прошел день или два, или три, или неделя, ну, несколько дней точно прошло, да, то есть несколько часов прошло, подположим, да, все равно. Она ему говорит, что в тот день или в тот момент, когда он ее посвящал, этот камушек стоил круто. И теперь у нас, смотрите, да, недаром я говорил про то, что здесь хронотоп. То есть у нас есть место и есть время. Шмуль говорит, а в другом месте это может стоить столько. А сейчас вот приходит эта женщина и говорит, а в другое время это может стоить. Другое, да. Тогда, может быть, нам свой стоить закладывается и на время, на место, да, а если это будет стоить, а послезавтра, это, черт знает, сколько будет стоить. Да, вот человек пришел, нарисовал на промокашке какой-то рисунок и говорит, вот, давай, будь мне женой, я тебе подарю этот рисунок. Рисунок вообще ничего не стоит, никто вообще его не купит. А на самом деле это был Пикассо, да, а завтра эта промокашка миллионы стоит. Так почему же это не облаке душу, но это облаке душу, да, постфактно. Здесь мы можем закладываться еще и на время. И вот, значит, эта женщина приходит и говорит, а он на это ей отвечает. Амарла, лав коль киминах де асартла аббатра. Он говорит, что нет у тебя силы запретить эту женщину второму. Вот он появляется, этот самый второй, которого Раши, да, все время прицепляет ко всем предыдущим случаям. На самом деле этот второй появился только здесь. Да, Иван Штонович появился. Он, может быть, и не появился. Может быть, этот травхизд говорит теоретически, да, теоретически, если придет сейчас кто-то и предложит ей кедушин, и она согласится. то ты, мама, со своим, значит, своей газеткой, да, или со своей, со своим снимком экрана, где есть стоимость этого кусочка, да, не указывается, что он стоит пруту или больше, ты не в состоянии помешать этому самому второму браку. Потому что мы не принимаем твои вот эти самые эти снимки, вырезки из газет и так далее. Почему? Вот нам пишут здесь, Раф Хизда объясняет, почему он не принял свидетельство. Он говорит так. Он приводит историю. Он говорит, смотрите, у нас была вот история, которая случилась с Юдит, женой Рабихии. У нее были сильные боли при родах. И она решила, что ей нужно разводиться. Интересно то, что когда рожала близнецов, здесь написано, в Талмуде нет этого, то есть никаких близнецов нет. Близнецы у нас появляются только, может быть, по ассоциации, что у кого там было как-то с родами или с вынашиванием детей не очень. А у Ривки было не очень, потому что там как раз были близнецы Исав и Вьяков. Эту женщину, кстати говоря, зовут Иудит, еврейка. Ну, неважно, кто этих близнецов туда спекнул. Раши, конечно, да, Царли, да, Раши пишет, что Итаю Леде Теомим. Раши вставляет сюда близнецов. В полмоде близнецов нет. Ну, так или иначе, да, пока давайте без близнецов. Без близнецов просто, ну, в общем, каждый раз она мучилась рожая, или вынашивая, или рожая, и она решила с мужем расстаться. Амроли, и она ему сказала, Амроли Эм, она говорит, моя мама мне рассказывала, кибельвах авух кедуши, кедуши кизутарт, что твой отец на самом деле получил за тебя кедушина от некого человека, добавляет Раши, да, когда ты была маленькая, кизутарт, и получается, что ты запрещена была другим, в том числе и Рабихи. Ну, неизвестно, выдумала иудит эту историю или нет, да, или действительно она тебе это сказала, но вот у нас с таким, с такой, так сказать, претензией пришла, чтобы развестись с Рабихи. Говорит, давай разводи меня, потому что вот я узнала от матери, что оказывается я тебе была запрещена, это как правда, очень плохой ход, да, потому что все дети, которые у нее родились, тогда она их немедленно делает незаконнорожными, да, то есть она, конечно, больше не хочет, например, беременеть и страдать от вынашивания, но она готова, получается, пожертвовать, в том числе, и статусом своих детей, потому что, если действительно она была запрещена Рабихи, то все ее дети, которые она от Рабихи родила, они оказываются мамзерами, то есть незаконнорожными. Но тем не менее, вот она приходит и говорит, что вот такая была история. Он говорит почти той же фразой, которую говорил Рафхизда. Рафхизда сказал той женщине, которая пришла про камушек, что нет у тебя силы запретить это ее, запретить то, что твой сын Кидыш посвятил себе, тебе нет, у тебя нет силы ее запретить другому. А Рафхия говорит почти теми же словами, что у тебя нет силы запретить у твоей матери, точнее, у твоей матери, там и там мать, у твоей матери нет силы запретить тебя мне. И Рафхизда что говорит? Рафхизда говорит, что это очень похожая ситуация, да, то есть сколько Рафхия сказал, что мать со своим свидетельством выдвинутым, да, то есть она тоже принесла вырезку из газеты, вот отец оказывается, ну или семейного альбома, отец оказывается получил Кидушин, девушка была маленькая, отец имеет право Юли Кадеш, вот он получил Кидушин, и она Микудешин была до свадьбы с Рафхи. А эта мама с вырезкой из газеты, что значит кусочек синего мрамора стоил больше прута или пруту хотя бы, тоже не в состоянии запретить этой женщине выйти замуж за другого. И поскольку Рафхия не принял доказательства исходящие из уст матери иудит, то и я Рафхизда говорит, я не принимаю этого доказательства, которое значит все вырезки из газет они как бы ни на что не влияют. Амри ли Раббанан ли Рафхизда Амай ну и мудрецы спрашивают у Рафхизды а почему собственно говоря почему ты не не принял ведь на самом деле можно было бы сказать если мы говорим например сейчас мы вспомним немножко про Шмуэля если мы вспомним про Шмуэля Шмуэль говорил хайшина хайшина то есть подозреваем закладываемся получается если мы закладываемся достаточно просто какой-то тени на том что было что-то был какой-то контакт была какая-то связь между мужчиной и женщиной связь еще не обязательно интимная связь просто чисто процедуральная связь вот она была и поэтому мы докладываемся подозреваем рассматриваем возможность или невозможность точнее невозможность например ей выйти замуж за другого теперь почему же мы ретроактивно не не решаем как бы вот эту проблему примерно так же как Шмуэля что надо было сказать хайшином все-таки раз есть вот мама которая пришла и что-то говорит почему бы не засомневаться в том что действительно кедушин были кедушей сафек не кедушей вода а кедушей сафек достаточно кедушей сафек чтобы отменить следующие кедушины ну и что он отвечает они значит говорят ему ведь идет слух что есть свидетели в городе идито которые которые действительно могут подтвердить что в этот день этот самый синий камушек стоил пруту здесь надо сказать про этот город эдит на самом деле есть разные разные версии в рукописях и есть например рукопись которая говорится не эдит аурит я сделаю небольшое отступление по поводу в принципе аутентичного текста талмуда у нас до сих пор нет полного научного издания текстов талмуда ну и вообще талмудической литературы у нас есть издания медрашей они сделаны были в 19 веке и на том этапе как бы филологической науки они сделаны были хорошо но с точки зрения современной науки это недостаточно поэтому такого рода работа ведется да многие как бы исследователи современные занимаются как раз тем что издают научные издания или отдельных корпусов или их части да есть отдельные трактаты талмуда которые уже изданы с так называемым критическим аппаратом что такое критический аппарат критический аппарат это попытка установить аутентичную версию поскольку у нас есть энное количество рукописей да значит много быть разного рода путаницы ну вот например здесь этот самый Эдит и Орид Орид пишется так буква Далит и буква Рейш они очень похожи в рукописи да их почти невозможно отличить точно так же как Ют и Вав да то есть Ют и Вав это палочка палочка она может быть длинненькая может быть коротенькая не знаю что здесь имеется ввиду и переписчик какой-то да может ошибаться и так далее и иногда вот такого рода вещи они очень сильно влияют иногда это не так существенно иногда это весьма существенно да и поскольку нет вот этого самого научного издания которое бы выверенным образом соотнося все рукописные традиции говорило бы нам о том что скорее всего аутентичная версия такая некоторые исследователи говорят о том что ну и невозможно строить некие спекуляции я же все время строю спекуляции невозможно строить спекуляции потому что ты на самом деле ты читаешь неизвестно что да то есть ты читаешь непроверенный текст так вот возвращаясь к этому Эдит Орид если это Орид то тогда может быть имеется ввиду Маараф запад на запад это земля Израиля когда в Талмуде говорится что на западе или с запада на западе говорят или кто-то там пришел обезейра как он с запада то имеется ввиду как раз земля Израиля ну и это меняет конечно ситуацию есть свидетели в земле Израиля это совсем другая чем просто в каком-то городе который называется Эдит но так или иначе что на самом деле мы не знаем есть версии такие но так или иначе есть свидетели которые говорят о том что это стоило труду понятно что если мы говорим про какой-то город Эдит то это странно или должно тогда происходить все это именно в этом городе если это происходит в городе Эдит то нормально тогда не нужно говорить что есть свидетели в городе Эдит надо было бы сказать что есть свидетели здесь которые говорят если мы отсылаем это к городу Эдит, то значит, ну, либо посвящение там происходило, да, то есть он ей передал этот камень, как раз в городе Эдит, и в городе Эдит есть свидетели, которые знают, да, а если у нас есть отсылка к земле Израиля, то это тогда другая совсем история, да, тогда как бы важно, да, то есть опять получается некое смещение, мы же говорили о том, что неизвестно, где, сколько, то, чего, пятое десятое, где, сколько, что стоит, но точно так же, как представители школы Шамая говорили о том, что мы должны говорить о мифологических деньгах, мы можем говорить и о мифологической оценке, да, то есть если оценка в земле Израиля такая, то тогда все нормально, неважно, там, на Северном полюсе ее посвящают, но если в земле Израиля оценка этой вещи такая-то, то все, девушка посвящена. Видите, как сильно, да, можно поменять вот это одно слово всего, иди, творит, как сильно может поменять смысл, да, и направление мысли, которое отсюда может возникнуть. Ну, вот именно поэтому я сделал это отступление, что некоторые считают, что до поры до времени не нужно опускаться в спекуляции, а нужно сначала получить аутентичный текст, да, все сверить, вот когда у нас будет корпус изданных талмодических источников с соответствующим критическим аппаратом, тогда можно начинать пускаться в какие-то спекуляции. Вот Марина говорит, не вспомнишь, наверное, про близнецов жены Рабихи, и Раша пишет, потому что в другом месте в Талмоде рассказывает, что жена Рабихи после рождения близнецов переоделась, чтобы он ее не узнал, и спросил, должна ли женщина плодиться и размножаться. Он сказал, что нет, и она выпила напиток бесплодия. Когда он узнал, что это была его жена, сказал, жаль, что ты не родила мне еще. Да, Марина совершенно правильно говорит, что есть в прократе Ивамот, да, есть в прократе Ивамот фрагментик, действительно рассказывающий о жене Рабихи и вот этих близнецах, и Раша, как бы, зная про этот фрагмент, он к нему отсылает. Он, собственно, в своем комментарии про это и говорит, что есть такой, есть такой момент. Но мы могли бы понять из этого фрагмента Талмуда, да, здесь нужно тогда сделать еще одно выступление. Еще одно выступление будет состоять в том, что я уже, по-моему, его делал, но сделаю его еще раз, да, то есть в Талмуде есть вот эти самые персонажи, Рабихия, да, там, ну, в общем, знаменитый Рабхиз, да, ну и так далее, да, и, безусловно, есть попытки, тоже начиная с 19 века, составить их своеобразные биографии, как бы, этих людей на основе талмудических текстов. Но на основе талмудических текстов выясняется, как правило, да, то есть часто. Те, про кого не так много сведений, нормально, а те, про кого чуть побольше, не очень нормально. Выясняется, что не противоречит друг другу, да, то есть там Раби Акива, и про него рассказывается то одно, то другое, да, там вроде женился, там вроде не женился, там во столько-то лет, там во столько-то лет, в общем, найти в Талмуде такую прописанную биографию или реконструировать эту самопрописанную биографию было крайне сложно. Ну, и возможно, что и не нужно, да, то есть, как я уже говорил, так же, как герои писания имеют, за ними скрывается в силу их имени определенного рода идея, да, или определенного рода мысль, или на самом деле комплекс, как правило, мысль, да, какой-нибудь иуда, который, и благодарение, и признание своих ошибок, ну и так далее, да. Точно так же и мудрецы Талмуда, на мой взгляд, они скорее представляют в себе литературных персонажей с определенным образом, и приписываться им может в одном месте одно, а в другом месте другое. Раши, естественно, Тософот, его внуки в еще большей степени, поскольку они рассматривают Талмуд как непротиворечивый текст. Помните, я говорил как раз в прошлый раз, отвечая на Кроссмарк, да, что Талмуд двинулся в сторону как бы логической, логических построений. Изучение Талмуда двинулось в сторону логических построений, хотя на самом деле сам Талмуд скорее является квазипоэтическим, с моей точки зрения, дискурсом, а не логическим. Даже там, где есть вроде бы споры и какие-то вроде бы логические какие-то цепочки. И в силу этого, естественно, что они пытаются эти противоречия снять, и Раши, как бы замечая, что там у нас, как говорится, про двух близнецов, переносят это сюда. Но здесь я могу прочитать так, что Гавали, Цаарли, да, что у нее все время были проблемы с родами. Один раз, один раз были, ну хорошо, в следующий раз не будет, да, то есть женщина, один раз у нее проблемы, а в следующий раз может быть нет. А если предположить, что в данном контексте, да, забыть про вот этих близнецов из трактата Ивамов и считать, что это иудит, она, рабихи, с трудом рожает детей. То есть каждый раз, одно и то же, каждый раз эти самые боли. Сколько этих детей, отдельный вопрос, ну вот он иудит, рожает, больно, рожает, больно. В какой-то момент они не выдерживают, получается, значит, от него уйти. Если она от него уходит после того, как она родила двух близнецов, ну, с трудом, то, в общем, достаточно сложно, да, сказать, что что-то так расстроилась. Ну, один раз было так, в следующий раз может быть по-другому. Ну, это я просто так говорю, да, что можно, можно вот эти различные контексты Талмуда рассматривать и как несвязанные между Ивамов. Ну, а Раша, естественно, пытается связать и поэтому получает близнецов. Но сама эта история про близнецов, да, отсылает ли она к близнецам Исау и Иакову, тоже отдельный вопрос, да, то есть есть ли здесь отсылка к этому или нет. То есть играет ли то место, это нужно прочитать уже на фрагменте экстрактата Ивамов, и посмотреть, есть ли там такого рода аллюзия. Я подозреваю, что есть, да, и тогда понять, о чем там идет речь, да, потому что если это аллюзия, то значит, это обыгрывание вот этого самого конфликтного, конфликтной беременности, скажем так, да, которая выливается в некий такой глобальный конфликт между Израилем и домом, да. И здесь возникает своего рода такая репрезентация. Ну, хорошо, это тоже было отступление, а теперь, если говорить про наступление, мы говорили про город Эдит, который может быть город Орид, и тогда это совсем другой смысл, и тогда оценка осуществляется в земле Израиля. Но, так или иначе, значит, нам говорят, что есть свидетели. Чего же ты, Раф Хизда, с этим камушком, если есть свидетели, отказываешься? Раф Хизда на это отвечает. Он говорит так. Он говорит, что, но сейчас-то их нет перед нами. Можно поэтому сказать, что в городе Эдит. Переехали в город Эдит. Или этот самый, опять же, Кедушин осуществлялся там. Он говорит, нет. Раша добавляет, и нет опасений, что они прибывают. Типа их нет совсем, да, то есть их нет. Раш нужно это подчеркнуть, потому что, ну, хорошо, их сейчас нет. Может быть, действительно, они может придут, приедут. Списаться можно с ними, да, но если кто-то знает, что есть свидетели, можно какой-то с ними поддержать какую-то связь. Поэтому аргумент, что их сейчас нет перед нами, он странный. Но, тем не менее, он так говорит. Ла гайна де рабиханина. Гама рабиханина. И Раф Хизда теперь опирается на мнение рабиханина. Он говорит, разве это не то же самое, что постановил рабиханина? Рабиханина что постановил? Рабиханина постановил следующее. Здесь буквально одна фраза. Звучит она так. Свидетели мы со стороны северного ветра и запретим ее? Я сейчас просто прочитал как бы фразу, да. Сталмода, вы видите, что здесь есть, опять же, комментарий Раши. Нам все объяснили и так далее. Но сама по себе фраза говорится в ней, что свидетели его со стороны северного ветра из там. И неужели будет она запрещена? В ТСР здесь действительно можно как бы поставить знак вопроса. Ну, в силу того, что у нас, опять Джираши нам помогает, он говорит про абиханина. А абиханина это отсылка к таркатату Ктубот. И к таркатату Ктубот говорится про историю с плененными девушками. Хотя на самом деле слово ВТСР, оно не множественного числа, а единственного числа, то есть здесь про одну девушку говорится. И можно так понять эту фразу, да. То есть рабе Абиханина, он что говорит? Неужели мы запретим вот эту девушку? Такую девушку, девушку, которую кто-то посвятил с помощью камня. Рабья Хизда проверил. Камень не стоит трутого. Поэтому ее невозможно запретить кому-то другому. То есть от друга пришел, ее взял в жены, она согласилась. Все нормально. Ее не надо запрещать. Но он ссылается на рабе Хизду, то есть на рабе Ханину. А рабе Ханина вот такую сказал фразу. Ну, Рашидам помогает, говорит, что такую фразу он сказал по поводу девушек, которых похитили, и которые, выйдя на свободу, сказали о себе, что они чисты. И что? Поскольку есть свидетели и их похищения. Но если эти свидетели находятся где-то на севере, то неужели же мы и ее, одну девушку на самом деле, да? Предположим, что речь идет про одну девушку. В трактате «Тублок», может быть, идет речь про нескольких девушек. Но вообще-то говоря, сама фраза Рабиханина про одну девушку, то неужели мы ее запретим? Здесь целая интрига, да? То есть нужно объяснять, в чем здесь дело. Дело в том, что если девушка попадает в плен и выходит из плена, то она запрещена по умолчанию, она запрещена Карену. То есть считается, что ее изнасилят. Если девушка выходит из плена и говорит, нет-нет, я чиста, никто меня не изнасиловал. Ей никто не верит. Ну, потому что, ну, понятно, что она будет говорить, что она чиста. Но если девушка сама рассказывает, что ее взяли в плен, и она чиста ей верит. Почему ей верят? Есть такое правило «пэйше сар гуа пэше метир». То есть уста запретившие, они же и разрешают. Ее же никто не тянул за язык, она вообще могла не говорить, что она была пленена. Но коль скоро она сказала, что она пленена, то есть, да, и кроме того говорит, что она чиста, то мы ей верим, как бы, поскольку верим первой части ее высказывания, мы верим и второй части ее высказывания, потому что она могла бы вообще, вообще о себе ничего не говорить. Теперь переходим к нашему, вот этому, к нашей истории, да, о которой говорит Рабиханин. Но если есть свидетели, если есть свидетели, что ее пленили, то тогда ее высказывание, что я была пленена, не имеет смысла, правда? Потому что есть свидетели. И если есть свидетели, то тогда ее слова, что она чиста, они имеют тоже силы, мы ей не верим. Но свидетели есть где-то там, со стороны Северного ветра. И Рабиханинов, вот в таком случае, он говорит, что, ну, нет, если есть свидетели где-то там на Северном полюсе, то мы не будем ее запрещать. Пришла девушка, говорит им, я была пленена, и я чиста, мы ей поверим. Вот это ее утверждение, что я была пленена, свидетели перечеркивают его, да, то есть, если есть свидетели, то тогда это высказывание ее не является тем, что может помочь мне поверить второй части ее высказок. Вот такая здесь коллизия, которая лежит за этим. Илья, вопрос? Да, у меня вопрос из двух частей, как раз про вот похищение и проверку. А первое, ну, уточнение, а нет ли, не было ли процедуры, можно же проверить, например, там, другая женщина может проверить, там, потеряла она девственность или нет? Дело даже не в том, что потеряла она девственность или нет, да, потому что мы же видели уже такие истории, да, что может быть был половой акт по-другому, ну, да, с другой стороны, там, и так далее, да. Да, но он тогда не является, если он был по-другому, он-то и может и не является противопоказанием? Смотря, нет, почему? Смотря с какой стороны, мы же там были в том числе и мнение, что, да, является. Да, ну понятно, что у нас здесь... Для Каэна она, тем не менее, уже не является девушкой, которая может взять жену. По некоторым мнениям. Я понимаю, что здесь суть в том, что являются ли слова подтверждающими или нет, а не факты, скорее правильная речь. Ну это я так просто спросил про процедуру. Не было ли такой, или у нас нигде... Нет, нет. То есть, ну что значит нет? Мы, по-моему, в нашем вводной части, да, мы разбирали вот эту историю с человеком, который говорит, что моя жена не была девушкой в первую брачную ночь. И не исключено, что как раз Писание подразумевает процедуру. Потому что там родители как бы приносят, и мудрецы, там не женщина даже, а мудрецы буквально проверяют бытулим. Бытулим – это, ну, собственно говоря, признаки девственности. Там, правда, говорится про платье и так далее, но про платье там... Я тогда расскажу, что там парадокс. Если с платьем, то ничего поверить нельзя. Так что не исключено, что Писание подразумевало это. А Талмуд вроде бы об этом не говорит вообще ничего. Ну, и по вот этим самым причинам, да, потому что, на самом деле, наличие или отсутствие девственной плевы, оно вообще не является как бы решающим. Могло быть не с другой стороны, могло быть и с этой стороны, но без нарушения девственной плевы. То есть так или иначе, она как бы после... По умолчанию, да, после того, как она была в плену, она не годится для Каэна. Поэтому если есть свидетель, то точно. А вот если она была в плену, мы про это ничего не знаем, она сама рассказала и сама говорит о себе, что я чиста, то тогда все нормально. Тогда мы ее верим. Ну, при том, что она в реальности могла лишиться там действенности, но тот факт, что у нее был свидетель, ей достаточно сказать и принимается. Нет, нет, здесь вот это действует, этот принцип, да. То есть, конечно, хитрая девушка. Предполагается, что девушка не изучает Талмуд, да. Но хитрая девушка, если бы она изучала Талмуд, поэтому, может быть, женщины до определенного момента как бы не рекомендовали изучать Талмуд. Потому что если она хитрая девушка, изучала Талмуд, и она знает, что если она скажет, что я была в плену, и я чиста, то ей поверят, то она может этим воспользоваться. Потому что, ну, мало ли, мы можем как-то выясниться, что я была в плену. На всякий случай она это говорит, и все. Но если она не изучала Талмуд, то предполагается, что она не изучала, да, то есть не знает этих законов. Она приходит и честно говорит, я была в плену. Она знает, что если я была в плену, все на нее, значит, ну, определенная ложится тень. Но она, тем не менее, это говорит. Раз она это говорит, и говорит, что она, тем не менее, осталась чистой, то мы ей верим. Потому что она могла бы вообще ничего не говорить, и просто, ну, как бы тогда ее... Да. И считали бы чистой по умолчанию. И здесь же у меня уточнение про то, что мы сейчас... Про первый кедушин, который не состоялся, и второй. А в случае с первым, правильно я понимаю, что имеется в виду, что муж, что у них близости не было, потому что он же мог... Пусть у нее было меньше пруты, но он же мог еще и с ней близости... Нет, нет, здесь имеется в виду только сейчас наш разговор у нас, да, то есть мы закончили с кедушином с помощью полового акта, и сейчас у нас кедушин с помощью... Да, да, но имеется в виду, обычно, когда он берет ее в жены, у них еще там продолжение банкета. Нет, нет, здесь имеется в виду нет. Если продолжение, то все очевидно. Здесь имеется в виду именно сам этот акт. То есть передача... То есть вся наша... Ну вот сейчас прошлый наш урок, позапрошлый, по-моему, этот... Он посвящен чему? Он посвящен оценке той вещи, которая передается в качестве кедушин, как денег. Собственно, речь идет только об этом. Поэтому вот он этот камушек ей передал. И вопрос, может ли прийти другой человек, предложить ей свой кедушин, и она спокойно может взять в него нормальную, так сказать, нормальный динар, например, чтобы еще и пошел по мнению Бейджамая, тоже все было нормально. То есть он пришел, золотой динар, все будет, нет, для женой она соглашается. Мы говорим, ну, теперь вопрос. Она соглашается, ну, а вот этот камушек, не является ли он уже той связью, которую она не может просто так порывать? То есть тогда, если уж так, то есть если идти по линии Шмайля, то нужно, значит, чтобы он дал дед. То есть разводное письмо. То есть разрубил эту связь, которая уже установилась. Эта связь, она тоненькая очень, да, то есть вот она только за счет этого самого камушка. Поэтому вот этот самый наш Рафхиз, да, который говорит, что я этот камушек сейчас изучу, оценка его есть, и все. И какие-то свидетели где-то там, которые говорят, что он когда-то стоил и так далее, это вообще не имеет значения. Имеет значение только та оценка, которую я здесь и сейчас произвел. Я послал оценщику фотографию этого камня, он мне сказал, что он меньше прутых, все, никаких кедушин не было. Значит, она может спокойно выходить за другого. Ему говорят, как же так? Почему? Вот пришла мама, говорит, что он стоил столько-то. Мало того, есть еще и свидетель. А он говорит, что эти свидетели, они сейчас не перед нами, да, то есть все были свидетели перед нами. Другое дело, но эти свидетели не перед нами, и мы как бы решаем этот вопрос локально. То есть мы видим, что Рафхиз, да, в отличие от Шмуэля, да, который пытается расширить, так сказать, контекст определения стоимости и так далее, а Рафхиз, да, наоборот, стремится сузить. Он говорит, меня вообще не интересует, что там было вчера, и где-то там на севере какие-то эти. Поэтому я основываюсь вот на мнении Рабиханины. Рабиханина тоже когда-то сказала, что такая девушка. Мы не закладываемся на то, что есть где-то на севере свидетели. Если этих свидетелей нет перед нами, то все нормально с ней. Вот спор между Рафхиздой и Шмуэлем. Да, и после этого нам говорится Абай и Рафа, они отказывались принимать мнение Рафхизды. и говорят так, Абай и Рафа говорят, что мы не должны сравнивать эти два случая. В случае с девушкой, которая была пленена, мы могли бы сказать, что эта девушка, она как бы себя пыталась сделать некрасивой, безобразной, хромой, кривой, грязной и так далее, чтобы с ней никто ничего не сделал. И поэтому Рабиханина говорит, что мы считаем ее нормальной, девственной, ну, чистой. Все нормально. А здесь речь идет совершенно о другом, потому что если все-таки Кедушин состоялся с помощью этого камушка, то тогда второй человек, по сути дела, берет себе замужнюю женщину. И поэтому эти две вещи сопоставлять нельзя. То есть Абай и Рафа, еще более поздние, чуть более поздние, чем Шму или Рафхизда, Амарай, они не принимают мнение Рафхизды. И у меня урок, я перезвоню. Не принимают мнение Рафхизды. Как нам здесь говорят, на этом история не закончилась. Действительно, на этом история не закончилась. И вот, на самом деле, нам рассказывают о том, что близкие, здесь сказано, потомки, Иштай, возможно, это просто близкие вот этой самой семьи в Сури. Сура, это у нас одно из мест, где была Ешива, есть Сура, есть Палкедита. И от нее, значит, от этой семьи, от семьи вот этой самой женщины, отдалялись от нее мудрецы. Но не потому, что считали, как Шмуэль, что посвящение совершается вещью, которая стоит меньше пруты, и это сомнительные кедушин, и требуется гет, поскольку, возможно, в другом месте эта вещь как раз стоит пруту, а только потому, что они полагали, как Абай и Верала. Но они, тем не менее, с этой семьей не имели дела. Почему? Потому что есть вот эти свидетели в городе Эдит, которые могут подтвердить, или говорит, которые могут подтвердить, что в деньке душин тот мрамор стоил пруту. То есть, нам говорят, что, что, ну, во-первых, вот это две вещи их разводят. Одно дело, плененная девушка, другое дело, вот это замужняя женщина. И эта замужняя женщина, ее мудрецы как бы не брали в жены. Так бы я это перевел. Хотя здесь говоришь, что от семьи, от семьи, от семьи, просто не брали ее в жены. То есть, несмотря на то, что Рафхизда, как бы постановил, что все нормально, ее запрещать нельзя второму. Этот камушек не стоит пруту. Но в силу того, что мать пришла и принесла эту вырезку, что где-то там в тот день это стоило пруту, то на всякий случай мудрецы, не мудрецы. То есть, по крайней мере, те, кто относится к вот этому самому клану, тех, кто изучает талмуд и так далее, они как бы сторонились этой женщине. На всякий случай. Почему? Потому что, возможно, все-таки этот камушек это кедушина. Она на самом деле, опять же, она легко могла решить этот вопрос. То есть, если она хотела бы выйти замуж за мудреца какого-то, значит, она должна была попросить у этого человека, который ее с помощью камушка кедыш посвятил себе дать ей гет. Да, но все, получила гет и все нормально. И может спокойно выходить замуж. Разве что, если она хотела выйти замуж за Каэна, то тогда, возможно, здесь была бы проблема. Несмотря на то, что между ними вообще ничего не было, кроме вот этого самого камушка, который он ей передал. Ну, хорошо, значит, мы здесь пока остановимся. В следующий раз мы попробуем осмыслить этот сериал. То есть, нам привели несколько историй. Ну, и, собственно говоря, напряженность обсуждения, она вызывает удивление. Почему так напряженно? Что ж нельзя решить? Ну, хорошо, камушек, не камушек, но так решите в ту или другую сторону. Но если вы говорите, что некие души, ну, хорошо, значит, пусть дает гет, и все нормально, пусть налаживается ситуация. Почему это столь напряженно? Почему это связывается, сопоставляется, а потом это сопоставление отрицается с вот этой девушкой, которая оказалась в плену, и потом вышла, да, чиста она или не чиста она? Вот этот комплекс мы в следующий раз попробуем каким-то образом осмыслить еще раз, да, воспроизведя его, и двинемся дальше. Следующая у нас, следующая наша встреча во время праздника Суккот, так что помимо Гамархи Тиматова можно пожелать еще и Хаксамех всем и встретимся в следующий вторник. Окей, Хаксамех, всем счастливо и пока. Спасибо. Спасибо.